В 93-м году я пришел на лекцию Эдуарда Бабаева на журфаке, и он рассказывал о Батюшкове так, как будто только что с ним говорил в курилке. Это запало мне в душу, и вот 30 лет эта книга созревала во мне. Я сначала написал эссе о Батюшкове, потом лет 10-15 спустя пьесу одноименную, и вот, наконец, в течение пяти лет я писал книгу «Батюшков не болен». Батюшков поэт между двух эпох, и мне, наверное, такая его позиция, скажем, была понятна и близка, потому что люди моего поколения тоже как бы немножко раздвоенные, находятся одной ногой вроде бы в советской эпохе, а с другой стороны начиналась какая-то новая жизнь. Также и Батюшков, он весь вроде бы и в классицизме, но что ни строчка, то это такие удочки в далекое будущее, хотя уже и не такое далекое, будущее романтизма, и вот как в его стихах сплавливается, казалось бы, та уходящая эпоха классицизма, нормативного такого направления, и грядущего романтизма. И есть еще третий пласт в его стихах, это именно промежуточное нечто, что переплавляет и классицизм, и предвосхищает романтизм. Вот разбираться в этом не смешении, но сплаве, где все, как говорил Шитебриан, сплетено, но ничего не спутано, было чрезвычайно интересно. К тому же мне чрезвычайно близко то, что поэты того времени были интеллектуалами, прежде всего это выражалось в их переводческой деятельности. Каждый из них знал несколько языков помимо русского, ну французский как минимум, батюшка узнал еще и итальянский, что открывало ему путь в мировую культуру, потому что итальянский – это латинская поэзия и литература. Мне как переводчику и как поэту была интересна эта практика, мне хотелось понять, как жили люди в то время. С одной стороны, они жили точно так же, как мы, точно такие же проблемы у них были и жилищные, и коммунальные, и по службе. А с другой стороны, это время ушло от нас навсегда, потому что той гармонии уже, наверное, никогда не будет.